Владимир Путин голосовал бы за Януковича. Он ёбнутый Владимир Путин, чтоб вы поняли. Владимир Путин голосовал бы за Януковича. Он ёбнутый Владимир Путин, чтоб вы поняли. Владимир Путин голосовал бы за Януковича. Он ёбнутый Владимир Путин, чтоб вы поняли. Итак, уважаемые друзья, мы видим, что началось вторжение в Россию. С террористического акта против Немцова началась попытка оранжевой интервенции и государственного переворота в Российской Федерации. Понятно, что эта попытка будет только разворачиваться. Раз они пошли на кровь, раз они пошли на такой мощнейший террористический акт, значит они пошли по пути пролития крови в Москве. Я думаю, что они будут пытаться пролить эту кровь достаточно массово. Будут террористические акты и самое важное, как ведет себя пятая колонна. Посмотрите, средства массовой информации фактически вытаскивают людей на улицу для того, чтобы попытаться организовать провокации, для того, чтобы начать вторжение и в том числе рядом с Кремлем и при необходимости вторжения в Кремль. Мы понимаем, что события приобретают именно тот оборот, о котором мы всегда предупреждали. И нам придется, как нашим дедам, правилам и прадедам отражать это вторжение, эту агрессию. Еще хочу пользоваться случаем. Я приношу искренние соболезнования родным и близким Немцова. Неважно, какие у него были взгляды, но убийства, на которые пошли Соединенные Штаты Америки и Центральное разведуправление, Служба безопасности Украины, которая, скорее всего, организовала это преступление. Это их метод, но он совершенно неприемлемый для нас. И мы с вами понимаем, что нам придется уничтожить фашизм, выкинуть пятую колонну здесь, в России, помочь в этом Путину и помочь уничтожению фашизма на территории Украины. Отношение Байкала как символ отношения к природе России, символ отношения к народу России, я так понимаю, да? И вот что, как бы вы прокомментировали вот это вот решение по открытию байкальского ЦБК, что оно, в общем, показывает? Ну, я считаю, что это преступное решение. Уничтожение такого священного озера, как Байкал, это только враги России могут делать. И преступники. Это, безусловно, экологический вопрос. И правильно, что экологи этим занимаются. Проблема только в том, что его нельзя экологическими, интеллигентными методами решить. Этот экологический вопрос может быть решен только политически. До тех пор, пока экологические организации это не поймут, они так интеллигентные будут на Болотной площади разговаривать, убеждая в очевидном друг друга. Дело в том, что у власти находится питерский криминал. Паханы. Они в гробу видели ваши интеллигентские разговоры. Они к своей стране относятся как к собственной вотчине, к собственному карману. Творят на ней беспредел. Народ безмолвствует. И они этим активно пользуются. И загаживая Россию, и обогащаясь одновременно. Поэтому способ борьбы за чистый Байкал только политический. Кто подписал постановление? Как его зовут? Путин Владимирович. В отставку. Точка. В отставку. В Верховный суд. Сейчас вот иск мы подали вместе с экологами с требованием отменить преступное постановление. Нарушен закон о Байкале. Нарушены экологические международные обязательства России. По всем этим позициям, естественно, должно быть принято решение. Но так пока не будет жестких политических требований. Я думаю, он дальше будет беспредельничать. Он презирает народ. Он заткнул всем рот. Он запугал даже экологов. Страна у нас генетически, к сожалению, хорошо все помнит. Поэтому вот к такому, знаете, к открытому противостоянию с режимом она не готова. Но скоро подготовится. Мы же, по крайней мере, поможем. Ну какая-то политическая сила есть, которая может вот этим процессом как-то... Ну, я считаю, что кооперация в данном случае экологов и политическая оппозиция – это ровно то, что решит проблему Байкала. Именно кооперация. До тех пор, пока вы находитесь в стороне и говорите, вы никакого отношения к политике не имеете, до этих пор ничего не будет решено. Равно как если одни политики будут этим заниматься. Потому что когда занимаются одни политики, то тогда говорят, что они зарабатывают все политические очки. Когда занимаются одни экологи, их Путин не слышит, поскольку он вас просто какими-то безмозглыми котятами считает. Он вас вообще залюдеть не считает. Поэтому только вот кооперация политиков и экологов... Почему я сюда и пришел? Я считаю, может решить проблему. Есть масса проблем экологических, которые можно решить без политики. Но это не тот вопрос. Когда наглым образом подписывается вопреки мнению ученых, мнению жителей, мнению общественности мировой. Когда наглым образом принимается такое решение, то это политическое решение. Нет экологических методов борьбы с политическими решениями. Их нет. Вы в тупике. Вы до тех пор, пока не по этому вопросу, не солидитесь с оппозицией, пока будете стесняться, бояться скандалов и так далее. Вы просто не решите вопрос. Владимир Путин голосовал бы за Януковича. Он ебнутый Владимир Путин, чтобы вы поняли. Понятно, да? Вы мне такие вопросы задаете? Ворвите сидит или нет. Так, вот сейчас вот вы скажете, и вас лежат лицензии. Вот если этого процитировать. Это уже пошло в прямой трансляции. Мне трудно давать советы. Мне кажется, что главная проблема Украины – это сохранение государства. И вы должны такой формат государства предложить, который бы был жизнеспособным. Я не знаю, что это такое. Я понимаю лицемерие и фарисейство Путина, когда он предлагает федерализм, потому что сам он в России федерализм уничтожил. И я вам, как основатель российского государства, автор конституции российской, могу вам сказать, что, конечно же, все, что было с федерализмом, покончено. И с местным управлением тоже. Он на днях протащил поправки об отмене выборов мэров, депутатов. Уважаемые друзья, мы видим, что началось вторжение в Россию. С террористического акта против Немцова началась попытка оранжевой интервенции и государственного переворота в Российской Федерации. Понятно, что эта попытка будет только разворачиваться. Раз они пошли на кровь, раз они пошли на такой мощнейший террористический акт, значит, они пошли по пути пролития крови в Москве. Думаю, что они будут пытаться пролить эту кровь достаточно массово. Будут террористические акты. И самое важное, как ведет себя пятая колонна. Посмотрите, средства массовой информации фактически вытаскивают людей на улицу для того, чтобы попытаться организовать провокации, для того, чтобы начать вторжение, и в том числе рядом с Кремлем, и при необходимости вторжения в Кремль. Мы понимаем, что события приобретают именно тот оборот, о котором мы всегда предупреждали. И нам придется, как нашим дедам правилам и прадедам, отражать это вторжение, эту агрессию. И еще хочу пользоваться случаем. Я приношу искренние соболезнования родным и близким Немцова. Неважно, какие у него были взгляды, но убийства, на которые пошли Соединенные Штаты Америки и Центральное разведуправление, Служба безопасности Украины, которая, скорее всего, организовала это преступление. Это их метод, но он совершенно неприемлем для нас. И мы с вами понимаем, что нам придется уничтожить фашизм, выкинуть пятую колонну здесь, в России, помочь в этом Путину и помочь уничтожению фашизма на территории Украины. Спасибо. Так, по поводу убийства Немцова. Ну, прежде всего скажу, что мне это глубоко пофигу, если честно. Ну, убили и убили. Я на спецблоге, слава богу, с самой кучей киллеров пересидел. Так что меня этим не проймешь. Но, естественно, чтобы быть в курсе, я там погуглил, поинтересовался хоть, что пишут там, как это все преподносится и прочее. И вот он наткнулся на такой пост интересный, на который везде ссылаются, то есть, судя по всему, он пользуется популярностью. Ну и решил его прокомментировать. Вот автор этого поста, или как поста, пишет, что вот я его просто на память цитирую, что я там поговорил со знакомыми сотрудниками спецслужб, и все они в один голос утверждают, что это сделали власть. Почему? Во-первых, ну, место такое, что там только сумасшедший мог это все проводить, такую операцию, но это убивать, убийство это. Там, центр Москвы, там, в отчетной администрации президента, ФСБ, то есть, там все просматривается, прослушивается. Это первое. Второе. Оставили в живых свидетельницу. Вот эту ему, спутницу его. В-третьих, что там у него в-третьих-то было? Да, в-третьих, что никто не мог знать заранее, то есть, Немцов со своей спутницей сидели в кафе, в ЦУМе, никто не мог знать заранее, когда они выйдут, и каким маршрутом пойдут. То есть, машина эта должна была курсировать в этом районе, постоянно, ожидая, пока он выйдет. Ну, что резко увеличивало ее шансы засветиться, поскольку район там непростой. Эти киллеры не могли этого не понимать. Просто потому, что, судя по этим профессиональным выстрелам, совершенно там все, все выстрелы попали в жизненно важные органы, там, в легкие, там, в сердце. То есть, это люди были профессиональные, они не могли этого не понимать. Иными словами, исполнители абсолютно ничего не боялись и были уверены в собственной безнаказанности. Но все эти аргументы, достаточно убедительные, это автор опять-таки пишет, меркнут перед самым главным аргументом, что через два дня, или там, через день, должен был состояться этот марш протеста. То есть, очень велика была вероятность, что за Немцовым работает наружное наблюдение. То есть, может быть, и не работало, но вероятность этого была очень велика. То есть, опять-таки, киллеры этого не понимать не могли. И в этой ситуации следовало просто перенести, что ничтожное им не мешало перенести там эту свою операцию там на несколько дней. Всего лишь. Таким образом, автор делает вывод совершенно, то его мнение очевидное, то это дело рук власти, и сомнений никаких. И судя по всему, что его там этот пост перепечатывают, там ссылаются на него, всем эти аргументы здесь тоже представляются, ну, неотразимыми практически. Давайте их разберем. Не убили спутницу. По-моему, это наоборот свидетельствует о том, что это не дело рук власти. Власти бы наверняка убрали спутницу. Это если бы был обычный киллер, то нафига ему на себя вешать второй труп. Это уже чистое ПЖ. То есть, тут из одного немцова там могут ПЖ влепить, конечно, но ушло второй труп, и это совсем все веревки. То есть, объяснение наипростейшее. Что машина должна была курсировать, но это я не знаю, что там за его знакомые спецслужбы ему про это сказали. Это такой бред, детский лепет какой-то. Почему бы не предположить, что у этих киллеров был сообщник, который наблюдал за немцом в кафе там, ну и по телефону, по обычному. Сейчас же телефоны, если у всех мобильные есть, если эти сотрудники спецслужб не в курсе, вот я им сообщаю. И по обычному телефону корректировать действия сообщников. Это же очень просто. И напрашивающий совершенно, не надо быть тут. Никаким специалистом, чтобы это понять. Теперь, что касается района, но это я попозже к этой теме вернусь. Главный аргумент должна была быть наружка. Ну, по крайней мере, вероятность была очень велика, и поэтому не следовало там проводить это убийство, это планировать на этот день. Хочу сообщить такую новость этим авторам. Опять-таки, они вероятно судят по всем этим наружкам и с телесериалом. Так вот, тем более, что я в этой области практически специалист. За мной эта наружка работала весь 1994 год, потом, когда я скрывался за моими сайтами, за моей охраной бесперерывно работала. Так что я в теме. Можете мне поверить. Так вот, сообщаю, что наружку вычислить крайне просто, если человек хоть мало-мальски опытный. То есть, ну, совершенно никакой сложности. Это там в телесериалах представляют, что она там неуловимая, ее невозможно не вычислить никак. Да вон она стоит, что ее вычислять-то? Если ты не знаешь какие-то характерные признаки, то определить ее крайне просто. Тем более, что за Немцовым работала наружка с целью устрашения психологического давления. Она не скрывалась. Об этом и все и пишут, кстати. Его знакомые там, что вот, там за ним постоянно наблюдали, они не скрывались, он их в лицо знал. Естественно, не просто это психологическое давление, это не за какими-то там бандитами, чтобы их вычислить, не спугнуть, а это просто, чтобы наоборот он их видел и знал, что с него глаз не спускают. Так что вычислить такую наружку муж вообще никакого не составляло труда. Это, уж поверьте мне на слово. Теперь по поводу того, что вот в таком месте, вы знаете, вы там тоже опять-таки, наверное, суете о всех этих киллерах, детективам там написанным, кто-то кем-то, кто их там пишет, телесериалам, где там эти киллеры прямо все просчитывают, у них так все это, это бардак, я говорю с этими киллерами, самыми известными нашими. Сидел на спецблоге. Там полный бардак вообще. То есть вы думаете, там все так тщательно планируется? Я вот могу сказать, прямо привести факты. Вот убийство мэра Нефтьюганска, заказанного господами Невзлиным и Ходорковским. Я сидел с киллерами, с исполнителями. Как все происходило? Им дали задание, они приехали в этот Нефтьюганск, показали им человека, он мне рассказывает, Кидор, мы смотрим, что-то человек-то непростой. Охрана, с охраны ходит, в мэрию зашел. Ну, говорит, я спрашиваю, какой-то там бабы, а это кто? Она мне говорит, как кто? Это наш мэр. Ну, я звоню этим, заказчикам, говорят же мэр. Они ему отвечают, ну, мэр, и что? Зачем ты вообще выяснил, кто это? Кидали задание, исполняй. Вот так. Убийство Козлова дали. Помните, зам Центробанка, тоже очень громко, это во всем СМИ было. Тоже я сидел с исполнителями. Это были обычные там шайка, хохлов там с этого, откуда они там были, я уж не помню. С Луганской, по-моему, даже. Вот они там попали, денег не было, их наняли, они приехали, он говорит, я не знал, что это какой-то там Центробанк, мне показали, ну, уровень их можно судить, потому что они сразу позвонили женам, поехали назад свою там, эту хохлянью, позвонили женам, ну, их вычислили сразу по этим звонкам. То есть, вот уровень исполнения, это, между прочим, Козлов, зам Центробанка. То есть, это очень громкое было убийство. Или вот, авторитета какого-то там, я уж не помню, криминального, тоже было громкое убийство в 90-х, расстреляли прямо у ворот Петровки. Прямо у ворот Петровки расстреляли из автомата. Там столько было вообще предположений, каких-то до этих догадок, что как это вообще, почему они там это сделали, они не могли в другом месте, что это же вообще там какой-то самоубийственный акт. Причем у этого авторитета его сопровождала охрана, на джипах или на джипах, ну, не суть. Из какой-то спецслужбы типа Альфа, ну, то есть, суперпрофессиональной охраны, то есть, они на глазах у этой охраны его расстреляли и уехали. Ну, то есть, тоже было столько предположений. А я сидел потом с исполнителем, который стрелял, и с шофером, который был за рулем. Это Курганский исполнили. Вот они рассказывают, что, как бы, в этой Москве промотались несколько дней, никак не могли там момент выбрать. А все, заказчик говорит, все, вот надо сегодня уже делать. Он говорит, ну, как сегодня, надо же там как-то последить за ним, еще что-то плевать вообще, делайте, вот вам приказано, делайте. А мы, говорит, ну, вот мы его увидели, а мы, говорит, не знали, что это Петровка, в Москву вообще не знали. Мы смотрим, какие-то стоят ментовские машины, ну, хрен их знает, что за машина. И поэтому мы прямо вот исполнили, потом водитель рассказывает, а потом он нырнул прямо в этот поток. Эти даже не дернулись спецслужбы, ну, охранники этого самого, на своем джипе. Все, понимаете, ну, вот кто бы такой предположить, что эти исполнители просто банально не знали, что это Петровка. Ну, это какой-то ужас вообще, какой-то бардачин, оно немыслимый. Но, тем не менее, вот так все и происходит на практике. То есть, самый простой вариант, на мой взгляд, это что, тем более, сейчас в эти идут военные действия. Там, в Донецке, ну, в Донбассе. Взял любого ополченца, привез, ну, тех, и тут все, весь Кремль перестреляет, ему заплатили немного, он там каждый день жизнью рискует, да ему пофиг все. Понимаете, вот тут опять-таки сидел с этим, с одним тоже киллером, ну, бывшим афганцем. Он мне говорил, нифига себе. Я когда вернулся из этого афгана, мне пофигу было все, кого убивать, кого стрелять, совершенно. Я там вчера еще друзей соскребал с асфальта ложкой, что сегодня вот я с ним разговариваю утром, к обеду в него попала там мин или бомба, он по асфальту там весь размазан. Я еще вчера так вот соскребал за даром, не знал, доживу до вечера утром. А сегодня мне за это деньги платят. Нифига себе вообще. Вот реалии. Я, кстати, не удивлюсь, если волна этих заказных убийств продолжится, поскольку сейчас вот этот ресурс этих ополченцев он практически безграничный, то есть можно их там набирать, люди они решительные, потом он возвращается опять на свой фронт, может и убьют завтра, чем пофигу все. Он полностью обезбашен. То есть практически неисчерпаемый ресурс сейчас этих киллеров. То есть я совершенно повторяю, нисколечко не удивлюсь, если сейчас эта волна просто прокатится. На власти грешат. К властям нашим симпатии особых не испытываю. И никаких иллюзий на их счет не строю. Конечно, если потребуется, они там убьют кого угодно, не моргнув глазом. Но данная ситуация крайне маловероятна, что это их рук дело. Ну просто потому, что на таком уровне они имели бы все возможности сделать все гораздо грамотнее. Какая-нибудь драка, хулиганы, Ян и Белас на встречке. Ну масса вариантов. Такой устраивать скандал вселенский, ну это совершенно безумие. То есть власти, конечно, особо умом не отличаются, но это уже злоупотребление, право быть глупым. Ну это на мой взгляд. То есть хочу подчеркнуть, что это всего лишь мое мнение, что я сейчас сказал. Так что возможно оно там неверно и все иначе. У нас тут какая-то мафия или там власти. Ну короче, что я хотел, я высказал. Там уже сами это все осмыслите. Так что вот так. Еще я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое.